178 человек. Именно столько в этом году у Слободском выпускников 11 классов. И все они пришли сдавать базовую математику. Экзамен проходил на платформе лицея номер 9. У пункта проведения школьники собрались в 9 утра. Сегодня легкий экзамен достаточно. Думаю, что со следующего экзамена у меня будет сильное волнение. У меня нет никакого волнения. Я иду с хорошим настроем и думаю, что все хорошо сдам. Долго готовилась? К базе? Именно. Нет. Два дня. А так, если считать год, то я готовилась только к профилю. У меня нескоро есть немножко волнение, но все-таки я уверен, что напишу я его на ура, что он все будет хорошо, его сдам. Готовился, конечно, больше, чем Аня, три дня. Ну и весь год к базе только и готовился, потому что профиль не сдаю. Как вы считаете, нормальный вариант проверки знаний в ЕГЭ? Нет. Потому что все годы, которые учимся, мы в школе, нас учат только решать тесты. И нарешивать задание, чтобы мы правильно записали именно ответы в бланке. Это так нельзя делать. Просто элементарно. Ребенок просто нарабатывает руку, чтобы написать правильно цифру 1, чтобы она зашла правильно в ответы. И, собственно, все. И именно вот под эту программу уже у нас мозги заложены, но это неправильно получается. Еще не только это. Например, если человек знает, что ему сдавать надо только три экзамена, то есть в основном во все вузы надо два или три экзамена, и тогда все три-четыре оставшиеся года, которые надо в школе, они учат только, вот я вот учила химию и математику, то есть вот все. И остальные предметы просто, они уже не учат и уже не так дуются. А в вуз, когда приходят все равно же, первый курс, там же все школьные предметы, и это этим сложнее. Мнением выпускников авторы ЕГЭ, увы, не особо интересовались. Так что альтернативы нет. С собой только паспорт, ручка и бутылка с водой. На входе досмотр с металлодетектором. В каждом кабинете два педагога. Еще несколько дежурят возле. Списать ни единого шанса, правила все строже. В экзаменационных пунктах работают общественные наблюдатели. Ведется и видеонаблюдение. Записи из камер затем будут храниться в течение двух лет. Еще одно требование 2018-го – контрольно-измерительный материал и бланки для ответов должны распечатывать прямо здесь, в аудитории, при выпускниках и перед объективом видеокамеры. Экзамен по математике базового, то есть более простого уровня, содержит 20 заданий из школьного курса предмета. При этом ребята имеют право участвовать в ЕГЭ обоих уровней сложности, а затем выбрать наиболее подходящий результат для зачисления в тот или иной вуз.